Здравствуйте, уважаемые телезрители! Отдел надзора деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу информирует. За текущий период 2024 года на территории Ленинского городского округа произошло 154 пожара, погибло 5 человек, 7 человек получили травмы. В целях предупреждения пожаров и последствий от них призываем вас к соблюдению элементарных правил пожарной безопасности. При использовании электроприборов запрещено использовать неисправные электроприборы, поврежденные розетки и электропровода с нарушением изоляции, включать несколько электроприборов в одну розетку, допуская ее перегрев, включать сеть электроприборы, превышающие номинал напряжения сети, оставлять электронагревательные приборы, включенными в сеть на длительное время. В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно сообщить в пожарную охрану по номеру телефона 101 или 112, указав при этом точный адрес, фамилию, имя, отчество и что горит. До прибытия пожарных подразделений принять возможные меры к эвакуации людей, по возможности приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, такими как огнетушители, плотной тканью, водой. Помня, что водой можно тушить возгорание, предварительно обесточив помещение. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон, дверей, не разбивать оконные стекла. Покидая помещение или же здание, нужно закрыть за собой двери, окна, так как приток свежего воздуха способствует быстрому распространению огня. Встретить прибывшие пожарные подразделения, сообщив все необходимое о наличии в здании людей, о месте нахождения очага пожара, о принятых мерах по его ликвидации. Уважаемые родители, не следует оставлять малолетних детей без присмотра. Необходимо исключить для них доступ к спичкам, зажигалкам, легковоспламеняющимся жидкостям, отопительным приборам и газовым плитам. Детская шалость с огнем часто становится причиной пожаров. Как показывает практика, такие пожары происходят из-за отсутствия навыков у детей осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем за их поведением со стороны взрослых и в ряде случаев неумением родителей организовать досуг своих чад. Дети в возрасте от 3 до 7 лет в своих играх часто повторяют поступки и действия взрослых, имитируя их труд. Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда дети остаются одни. Помните, предупредить пожар намного легче, чем потушить. С вами был инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Никита Жуков. Всего вам доброго, берегите себя.